Сегодня наше путешествие в город Новосуль. Около 40 тысяч населения. Город основан в более поздний период, в 17 веке, на реке Одри расположен. Вот сейчас будем проезжать через мост, через реку. Знаете, что хочу сказать, что дороги здесь похуже, конечно, нас немного подкидывало, но здесь почти половину пути очень хорошая, красивая природа. Леса, сосновые, березовые. Здорово. Всем привет! Сегодня мы приехали в Лягушское воевудство, город Новосуль. Ну и сейчас по старинной традиции мы пойдем по закупке, ну и потом погуляем по городу. А тут, смотрите, кстати, возле магазина, конечно, все хорошо, чистенько, красиво. А здесь рядом заброшечка есть, такое здание. Что-то когда-то было. Сегодня сыро так, холодно. Но город обещает быть интересным. Поедем дальше. Люди начали уже украшать свои окна. Вот, смотрите, интересное старое здание. Сверху вывеска гласит, что оно построено в 1766 году. Очень примечательно, что этот город основан в 1743 году. То есть буквально через 23 года от основания этого города построили уже вот это здание. В прошлых городках мы были более старых, 13 века, 12, а Новосуль в 17 век основания. Смотрите, какой переход. Вот исторически старое здание, а вот уже новое. И они просто рядом. И разница между ними 300 лет. Что нам нравится в польских населенных пунктах, это то, что везде есть указатели. Очень удобно расположение, увидеть, куда ехать, куда идти. А вот, смотрите. Свернулись с главной улицы, и сразу такая тишина. Смотрите, какое красивое здание. Какой орнамент. Вот тоже старое интересное здание. Смотрите на углу у нее, какая построечка сверху. С крышей, с куполом. Это просто живое. Здесь люди живут. А кто-то раньше жил, какой-то купец. Ну, я думаю, что это многоквартирный дом. Ну, сейчас да, сейчас здесь много людей. Смотрите, сколько тарелок телевизионных. Расскажи, что здесь. Новосуль – это первый наш город такой со средним населением. Потому что мы были в 20-тысячных городках, в 5-ти, в 10-ти и в 70-80-тысячных. А 40-тысяч населения в таких городках мы еще не были. И вот, смотрите, здесь на остановке даже есть табло. Уже как в крупных городах. В Кракове, Варшаве. Это, кстати, очень удобно. Мы когда жили в Кракове в 16-м году, всегда можно было подойти к любой остановке. И все было написано, через сколько минут будет трамвай. Ну, здесь, наверное, не трамвай, а автобусы ходят. Зато вот видно, в какое время они едут. Это очень удобно. Такая остановочка. Все вот сделано в Бурковочке. Очень красиво. И здесь рядом такое старое здание. Красивое. Здесь очень много старых, больших зданий. Уже трех-четырехэтажных. По виду не скажешь, что здесь 40 тысяч живет. Такое ощущение, что не меньше 150. Смотрите, какая красота. И уже соединение новогодних праздников и осенних. Потому что с одной стороны тыковку оставили на окне, а с другой уже Санта-Клаус стоит. И очень здание само красивое. И там розовый куст еще цветет, смотри. Вон подальше. Да. Возочки. Очень красиво. Вот мы подошли к музею. Смотрите, сколько воробьев. Боже, как красиво все. Это музей Мейский. Он, естественно, закрыт. Почему нам так не везет? Мы бы ходили по всем музеям. Билеты недорогие. Нормальные 6 злотых стоят. У льговой это льготные 4 злотых. А групповой, если вас 10 человек и выше, по 4 злотых. Красивое здание. Видно, что оно отреставрировано. Но очень красиво, конечно, отреставрировано. Кто-то пришел в музей. Хотел культурно, так сказать, просветиться. Но музей оказался закрытым. Он решил просто выпить 100 грамм зубровочки. Сопливцы. Еще одни двери в мою коллекцию. Все украшено очень. Нам нравится, когда все украшают. Ну, новогодние, тем более. Так, ручку в мою коллекцию тоже. Но она, видно, выплавлена из чего-то. Здесь еще вот такие ручки. Офигеть, класс. Табличка на музее гласит, что музей стал финансованный через Унию Европейскую для развоя Любускего. Для любушского воеводства Европа выделила денежки и отреставрировали вот таким образом красиво музей. Мозаика какая. Да, сделаны мозаички. Там написано что? А вот здесь что-то написано. Пширода. Долины. Что там? До. Долины Одры, флора, фауна, скамьеры. Это какой-то отдел музея, видимо, с флорой, фауной, природой. Да, все закрыто. Почему нам так не везет? Мы бы ходили по всем музеям, смотрели бы что-то. И наши видео были бы подвечены. Да, и видео были бы многосерийные. Красиво. Внутри, да, мозаика тоже красива. Вот рядом возле музея такое же здание, не менее пафосное. и оно продается. Вот местные автобусы. Видишь, там названия какие-то. Ахилея, Галантус. Это, видно, разные растения сделали в виде мозаики. Блин, наверное, интересные все эти музеи в Польше. Я мечтаю хоть в один попасть. Начинал с Гданьска, когда я приехал в Гданьск. Там был музей Второй мировой войны. Огромный просто музей. Там, наверное, очень интересная была бы информация получить какую-то о Второй мировой войне. Но он был закрыт и все здесь с коронавирусом. Это был март этого года. А сейчас, где мы не ходим, тоже все закрыто. Было бы, наверное, очень много информации и очень интересно много чего познать. Давненько мы не видели дома с составнями, чтобы окна закрывались вот таким образом историческим. И сверху решеточка вон на втором этаже. И снизу тоже сделали тоже такой в виде старины. Вот еще один. Да, мы, конечно, приятно удивлены этим городом. Честно говоря, мы когда сюда ехали, я уже думал, что уже ничем меня удивить невозможно. потому что я думал, ну, он наверняка похож на те остальные города, в которых мы были. Но нет ужки. Город вообще не похож ни на что. Посмотрите, какая здесь мы сейчас покажем красивенная библиотека. Красивенная территория, отреставрированная. Просто загляденье. Библиотека состоит из двух зданий. Одно большое, взрослая библиотека. И вот там маленькая библиотека. библиотека для дечи. А вот вначале, смотрите, какое гигантское дерево, дуб. Ужас! Его так не видно, но я сейчас подойду и покажу вам, какой он на самом деле. Смотрите, какой он большой. Я просто в него не влазю. Может, я тебя сниму и ты лезешь? Вот. Если сравнить с человеком, но все равно камера не так не передает. просто огромный. Ему не меньше трехсот лет, потому что дубы очень редко. И знаете, что здесь не просто здание, библиотек, уже двух, основное и поменьше, но оно еще переходит в очень красивый, ухоженный сквер. И уже вижу какие-то памятные стенды с информацией. Сейчас покажем вам. Здесь даже есть своя парковка. Смотрите, малюсенькая, на несколько машин, но вся выложена бруковочкой гранитной. Молодцы, конечно, я поражаюсь. Смотрите, здесь, на территории библиотеки, на этих стендах иллюстрации, видимо, тех граффити, которые есть в городе Новосуль. И вот одна из них экспозиция, и дальше будут еще. Представляете, тоже какая новая, интересная идея. Там были вырезки из газет, в Шмигеле была информация о жителях города, а здесь те граффити, которые есть в Новой Суле. Библиотека даже в таком здании красивейшем. Мы, естественно, это все не увидим, не будем же мы ходить по всему городу искать эти граффити, но вот такие вот они есть. Вот такие здесь скамеечки, можно даже посидеть. Ну, а вот детская библиотека. И она тоже работает. Мы так поняли, что автор или авторы в Новой Суле выбирают такие места какие-то заброшенные и создают свои шедевры граффити. и здесь оно отображено. Это Израиль. Это никакая не Новосуль. Смотри, вон написано Тель-Авив, Израиль. А почему? И смотрите, как в Израиле грязно. Смотрите, что делается. Ужас. Смотрите, мусор валяется. Это какой-то базар. Вон, на иврите написано. Вон, смотри. Это все на иврите. Это, скорее всего, здесь не только этот город, но и разные города мира. Просто они сфотографировали их. Вот Польша. В Польше тоже кто-то нарисовал прямо на фургончике старом в каком-то фермерском хозяйстве. Вот Греция. Здесь даже Wi-Fi бесплатный на территории. Интересно, парк, и не просто парк, а библиотечный парк. Смотрите, как красиво. Похоже на Англию. Старые деревья, тоже такие дома. Кстати, очень большое гигантское дерево. Тоже, как у нас во Лошаковицах, даже еще больше. Это в Познане. Такая есть красивая такое граффити на стене. Здесь даже фонтанчик есть на территории библиотеки. И здесь вот на территории также есть большое граффити. Очень красиво, конечно. Территория очень красивая. Не только для того, чтобы пойти в библиотеку, но и просто для отдыха. Когда зеленые деревья здесь... Вот такая библиотека в Новой Соли. 5 баллов. Как говорит Антон Птушкин, автор известного канала о путешествиях, рекомендацион. То есть мы рекомендуем. Напротив библиотеки есть вот такая вот кафешка, столовая. Бар Смакош. Тушенаешь. Наешься. Смотрите, какая красивая мозаика. Там написано Новосуль, работы публичные. Кто-то сделал. По-немецки написано Дрезно. Собачки красивые. Кто-то из Германии тут делал в 2002 году. Смотрите, как разрисовали стену дома. Молодец. И снова парк. Вышли мы из одного парка, вошли в другой. Столько парков здесь. Так удивительно в Польше Ива еще даже листья не сбросила. У нас в Молдавии они уже давным-давно опали от жары. А тут от холода даже еще листья не опали на Ивушке. Напротив парка расположен такое огромное-огромное здание. Это Зеспушку. Гигантское просто. Ужасно. Тут где-то 150 метров длиной. Ну и тут памятник богатыром Вальки о Польске. Множество скамеек знайду в парке. А там фонтаны. Наверное, они очень красивые. Смотри, как они сделаны. Дельфинчиков вижу. Там, наверное, очень красиво летом. Помните, о чем мы говорили уже в других городках? Опять здесь скамейки. Видно, что тоже есть какая-то программа скамейки с мусорками. Скамейок всегда очень много. И вообще, то, что могу сказать на первый взгляд, вот находясь там уже час в городе, очень облагороженный центр. Видно, что вкладываются деньги, ухоженный. Смотрите, какой красивый сквер. Это сейчас еще нету солнца и нету же листьев на деревьях. А в солнечный день, и когда здесь все зелено... Наверное, очень красиво. Красивые здания отреставрированные. Просто красота. фонтан. И посмотрите, когда мы сейчас так подумали, что когда хорошая погода, в летний период здесь фонтан, вот дельфинчики. А на новогодние праздники, на зиму, здесь сделали вот такие инсталляции, которые с наступлением темноты потом горят тоже очень красиво. Красивое место. Въезд в парк для инвалидов существует, причем со всех сторон. С четырех сторон, не с одной. Смотрите, какое обалденно красивое здание, выложено кирпичиками. Интересные светофоры, я такие не видел еще. Какой фонарик интересный. Светится, наверное, в темноте. Здание уже здесь, как вы заметили, повыше, уже четыре этажа, так как город покрупнее. Вот так привозят уголь и в подвал его насыпают. С этой стороны тоже есть вход в библиотеку, но с собачками сюда входить нельзя. С псами вэще заказ. 1910 год. Уже продаются вот такие веточки. Пять злотых всего лишь. 5 злотых 7 злотых магазин разных украшений, подарков всего для нового года. Не забудьте продезинфицировать руки. Смотрите, какая красота. Всякие штучки новогодние. И смотрите, вот сюда это просто, это даже не арома лампа, ничего, просто свечечку поставить. Свечку ставить и домик горит. Красиво. Вот такие штуки поляки вешают на двери. Прямо берут вот так вот ее и вешают на дверь. Новогодний в Америке очень развито тоже, ну и в Европе тоже вешается прямо на дверь. Веночек очень красиво. смотрите какая красота из дерева и тоже свеча внутри и потом отражает горит контурами. Вообще в Польше очень любят декорации и это очень красиво. Магазин декораций просто красота. Вот такие штучки тоже любят очень люди дома вставить вот ящички всякие и туда можно накидать все что хочешь. Всякие красивые вещи. просто ставишь дома где-то вон так и написано decorations и можно туда поставить все все что хочешь. Ставишь такую штуку и туда декорируешь ставишь на окно в основном на окна ставят. всякие висюльки красивые новогодние два злота всего лишь вот есть такие как елочки сделаны из веточек тоже ставят люди возле дома у входа в дом вот смотрите еще какая интересная штука когда-нибудь видели такой шар и внутри пель причем разные есть белые есть атаки 4 злотых 200 злотых фейерверк 252 катаклизм называется точно что будет катаклизм когда будете взрывать вот такие штуки мне нравятся я видел у некоторых людей в доме база огромная стеклянная и туда накидывают или камешки или какие-то украшения для дома очень красиво получается просто можно туда что-то поставить получается красивое украшение для декорации для вашего жилища смотрите какая забавная мышка ставишь ее вот так вот на окно и она радует глаз проходящим мимо блогером типа нас 10 злотых или вот такая классная здесь смотрите сколько разных зверюшек или гномики вот допустим гномик они тяжелые снизу видно какой-то песок чтобы не упал очень красиво конечно вот такие олени большие чего здесь только нет в этом магазине смотрите даже есть игрушки мягкие шерстяные в виде осьминожков или крабиков подумать где такое можно найти где вы такое найдете вообще крабика крабика вязаного и осьминожка как перчатки как рукавички да удивительные магазины мы находим в польских городах а вот смотрите кроме всех готовых елок которых здесь количество разнообразие просто огромное есть деревянные есть традиционные есть каркасные просто а есть еще вот такие вот наборы где можно собрать елочку себе самому подарить или подарок подарить можно подарить или собрать и поставить 30 сантиметров елку вот самому можно сделать куклу какие интересные для детей подарки можно сделать вроде бы недорого но у нас по крайней мере нет такого разнообразия всевозможных товаров вот такие шарики кстати наполняют вазы которые я показывал стеклянные по 90 грош пенопластовые шарики в виде снежков как будто это снег и наполняют ими какие-то вазы и украшения делают декорации шарики зависит дико какая декорация но надо куповать декорация вот смотрите такой набор как для вас который который ранее показывали прозрачный вот такой казалось бы что это такой какой-то странный мух кусок коры а это получается очень красиво и люди это покупают мы бы тоже купили если бы имели здесь постоянное жилье и могли бы украшать потому что здесь очень много для украшений просто бесконечное количество всяких штучек интересных вот в такие мешковины в такие сапожки из мешковины ставят подарки и вешают потом возле печки и дети просыпаются утром а там подарки Санта Клаус принес какой красивый олень смотрите обалденный просто он и стоит красивый вот смотрите как пример того как можно украсить красиво праздничный стол это да это можно праздничный стол так украсить видите просто шишку ставишь в какой-то бокал и уже красота поднимает настроение в холодную зиму очень все это поднимает настроение вот это мне и нравится на западе у нас просто такого нету в традициях в наших украшениях всего это а здесь ну и когда начинается холода у нас просто серое уныние везде сейчас только в последнее время начали люди гирлянды вешать но вот такого именно украшения я нигде не видел а здесь в Европе это очень поднимает настроение в холодные зимние дни пасмурные зимние огни такие я еще не видел бенгальские бенгальские огни у нас называются а мы купили аромалампу для свечек за 5 злоток всего красивая бирюзовая какой шикарный туалет просто посреди улицы шли-шли и вот набрели на него полностью электроника кидаешь монетку заходишь и для инвалидов тоже кстати все предусмотрено наверное по ночам здесь очень красиво потому что все столбы вот столбы украшены по каждому столбе и не просто какие-то гирлянды а как в виде сосулек сделано в виде разных снежинок наверное здесь очень красиво по ночам по вечерам вот кстати Новосуль а вот Всхова где мы и были а вот здесь где-то мы живем вот прямо возле Всховы буквально на границе с Любужским воеводством вот это Великопольское воеводство здесь Дольнашленская уже воеводство идет а здесь Великопольское и мы живем в нашей Влашаковице вот возле Схова 15 километров то есть практически рядом видите и здесь вот уже Зеленогура Швебоджин а вот уже Германия граница с Германией кстати Мензи Жеч туда мы тоже хотим поехать ну Гожев Великопольский вполне возможно а в Зеленогуру тоже хотим поехать он кстати недалеко уже от Новой Сули вот такие вот интересные истории Нова Суль расположена тоже на реке Одра и постепенно она впадает в ну идет вдоль границы с Германией вот река Одра и она идет потом уже в Германию забыл сказать что город Швебоджин кстати это первый город в который мы хотели поехать работать в 2016 году самый первый город мы в него уже взяли разрешение даже освещение разрешение на работу и хотели уже туда приехать представляете и сейчас судьба меня забросила недалеко от него чуть-чуть прямо близко здесь елочка это еще не старый город ну не центр старого города но просто аллейка и на маленькой аллеечке расположена маленькая елочка смотрите какая здесь красота на просто на все здание взяли нарисовали и это абстракция кстати в смысле не абстракция а переход такой смотрите из современного в прошлое потому что вон солдат во первых едет какой-то как будто да типа что-то такое из старого вот старая машина какая-то немецкая дети старые вон название кафе какое-то дирижабли то есть раньше это были эти дирижабли и тут и черно-белое и цветное то есть такую сделали как абстракцию интересную вот так ночью выглядит город кстати по поводу шума хчели бы ж мы подзянковать пану лешку который прислал до нас трохи пенеонщков и написал что-то для развития нашего канала и уже купили мы в этой сумме микрофон для того чтобы не было чтобы нагревать не прислышка не прислышка нам то кеды дуе вятер coś такьего али якийсь тум как шум тум тум это толпа тум это толпа как шум кеды за заглошно так можно можно так поведеть и юж джище до трофи до нас тэн микрофон и хотели бы пану Лешку сердечно подзенковать за тэпиненшки джинкуем и бардзо это кстати единственный город из тех которых мы были в котором мне хочется фотографировать не снимать видео а именно фотографировать потому что когда смотришь на камеру в экран камеры то просто ну очень красивые снимки и прямо я выключаю уже камеру и все фотографирую потому что здесь просто как картинка как в сказке продается старый дом в котором кто-то когда-то жил вот смотрите видите он отделен тут жили соседи другой купец жил и здесь его сосед а здесь жил более зажиточный купец у него дом выше и вот сейчас это все продается интересная история кто-то купит и потом будет жить в доме с 200 летней историей пончик карня бабчи янче это пончик ковая пончик ковая бабушки яни яны 1910 год постройки народу много очень 40 тысяч населения народу многовато что-то для 40 тысяч есть жизнь в Польше в Польше есть жизнь жизнь кипит несмотря на то что сегодня суббота ей-богу лучше стены разрисовывать чем чтобы они были серые или коричневые и стоишь мы в захвычи попросту видишь какая здесь идея это дети во дворе кто-то вон на турнике висит чьи-то ноги с крыши свисают кто-то в мяч играет белье сушится как будто двор может как он был раньше и здесь играли дети класс но скажи что лучше вот так вот разрисовывать чем просто чтобы стена была серая или облезлая какая-то рядом вон дом просто желтенький уже веселей но это просто произведение искусства и кстати мы такого нигде не видели ни в каких городах только в Новой Суле пока не видели пока еще не видели нигде вот это ужин тмейский маленькое небольшое такое здание а рядом что это костел правильно с часами декоративная капуста растет еще в декабре вот такие аппараты дезинфекции мы тоже нигде не видели а здесь в Новой Суле они есть по всему городу вот такой ужин смотрите с прозрачными дверями герб герб кстати у них на гербе нарисована вода то есть озеро ой река река одра вот смотрите такой стенд возле ужонда карта и все достижения за 30 лет что они сделали в каком году что было сделано смотрите вот 97 год 90 еще черно-белые фотографии 99 2001 и вот они все по кругу по кругу по кругу все было сделано вот прямо все описано 20 в 20 году в этом году распочинчив ревитализации теренов подавной фабрицы то есть где была какая-то старая фабрика они теперь делают там красоту правильно наводят территорию на месте старой фабрики в лучших традициях польских городов костел огромный обязательно должен стоять в городе в центре города 12 часов скоро сейчас начнут бить часы вот они уже начали бить все ручки обязательно нужно перетрогать все старинные ручки мне нужно перетрогать в Польше обязательно тоже видно что очень старый 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 кирпич где где все наши грехи в пропастных глубинах Божьего милосердия То есть, где пропали все наши грехи? В глубинах Божьего милосердия. Да. Не можем быть досконали, не можем быть здоровы, не можем быть очень мудры. Нужно только любить Бога и людей, и идти через свою прекрасную дорогу, через Бога нам назначено. Видишь? Мы не должны быть идеальными, мы не должны быть здоровыми, мы не должны быть очень мудрыми, мы должны только любить Бога и людей, и идти сквозь свою жизнь, своей красивой дорогой с Богом, дорогой, которая нам предназначена. Вот так вот. Маленький скверик прямо возле костела. Это, кстати, римско-католический костел. Кормушку для птиц кто-то поставил. Еще одна елочка. Третья уже. И снова на нашем пути туалет. Такого мы еще не видели, чтобы на столбах не просто были гирлянды, но еще и елочки с новогодними игрушками. Вокруг костела вот такие возвышения со скамейками. Можно посидеть и подумать о вечном. Огромный дуб многовековой. Какой красивый заборчик. Смотрите, в польском стиле во многих городах я уже вижу это сигареты и маленькая бутылочка сопливки. Вот видно, что городом занимаются. В город вкладывают силы. Но чистоты немножко не хватает. Надо... Чистоты всем не хватает. Надо нам больше всем следить за чистотой. Нужно воспитывать с детства. Когда родители детей воспитывают. Что бумажку не бросай. Пачку от сигарет не бросай. Бутылку от водки не бросай. Это детей нужно воспитывать с самого детства. Это конечно шутка, но в ней есть доля правды. Недалеко от старого города новые жилые дома. Недавно видно, что построили. Потому что снизу еще строятся. Такие чистенькие и красивые. Вот смотрите, тоже мусорка. Закрытая со всех сторон. И вот такие есть контейнеры для мусора. Био, стекло и так далее. Кстати, одна подписчица спросила у нас, почему вы в прошлом видео сказали, что у вас в Молдавии не сугеруют шмечи. То есть не разделяют. Так вот я отвечаю ей. И не только ей, а всем, кому это интересно, что у нас в Молдавии, к сожалению... Ну не только в Молдавии, это вообще на постсоветском пространстве, во всем Советском Союзе. Я нигде не слышал, что вы где-то в России, в Украине, в Белоруссии, ну и у нас в Молдавии тем более, смечи не сугеруют. То есть не отделяют мусор. У нас все скидывается в одну общую кучу. Эта куча засыпается землей, или вырывается какая-то яма, котлован большой, туда это все скидывается. Машины большие приезжают, мусорные скидывают, потом засыпают землей, потом опять скидывают, и опять потом зарывают это все, компостируют. И оно все гниет там. Эта пленка будет пластмасса веками гнить, потому что органика-то перегниет быстро, а вот пленка будет веками гнить. Ну, в Европе, слава Богу, и в частности в Польше, это все перерабатывается, слава Богу. Я очень рад, потому что таким образом природа не засоряется. На всех башнях часы расположены. Это, наверное, было с тех времен, когда у людей часов не было. Так, выглянул из окна, посмотрел, сколько времени, и знаешь, сколько времени. А когда стемнеет, уже и не знаешь даже, ложись спать. Смотри, это в твою коллекцию дверей. Во-первых, дверь сама достойна внимания, во-вторых, номер 13. Ну и что? Ух ты, а рядышком... А вот, посмотрите, дверь старая, а посмотрите, какое рядышком окно. Какая... Какая красота. Смотрите, какая красота. Смотрите, первый этаж. Где решетки? По стеклянной... Где на окнах решетках, а где на балконе вообще, смотрите, вот метр ровно. У нас можно спокойно залезть и что-то украсть. Здесь все открыто. Европа. Смотрите, вот идет улица, и старые дома. Вот есть два штуки. Потом раз, резко, нету ничего. Потом какой-то современный дом, и потом опять старый, и там дальше еще два старых. А между ними расстояние, то есть нету места... Вернее, есть место, нет дома, нету дома, и здесь нету дома. Скорее всего, здесь были еще два старых дома, но во время войны их, возможно, разбомбили. И поэтому их нету, ну и на месте их построили уже новые, современные. Когда идете выбирать квартиру в Польше, никогда не знаете, в каком доме будет ваше жилье. И старина сопутствует всегда с чем-то современным. Там башенка костела, тут новое здание, и тут же рядом старое здание, даже отчасти не отреставрированное, но очень колоритное. И все рядышком. Двери какие... Что они хранят за собой? Сколько людей их открывало? Сколько судеб через них прошло? Смотрите, в каком здании детский садик. В старинном. Смотрите, какое здание, а то нас все будут обвинять в том, что мы снимаем только Польшу всю красивую, а все облезлые и убитые здания не снимаем. Вот, пожалуйста, есть. Но... Но оно тоже красивое по-своему. Но оно красивое, и его реставрируют. Смотрите, крыша новая, уже сделано все. Там он внутри, сделанный под крышей, вижу такие, как своды из дерева. И это будет все штукатурить, все реставрировать, и получится очень красивое здание. Одри. И тут вот такая бруковочка набережная. И она продолжается. Ее дальше вот будут продолжать. Насыпь делают вот такую из песка. Насыпают. А тут Одра. Знаменитая река Одра. Очень она частенько упоминалась в фильмах военных. То, что связано с немцами было во Вторую мировую войну. так как она протекает недалеко от Германии, и потом прямо служит непосредственно границей между Польшей и Германией. А вот посчастливилось нам увидеть кораблик. Здесь идет ответвление такое. Река идет в город. Часть реки. Ну, а часть уже туда идет дальше. И она течет в ту сторону. Это туда уже в сторону Германии. Вон тот мост, по которому мы проехали дальше. Наверное. Порт Новосуль. Сюда заезжают кораблики. Небольшие. И вон они там стоят. Надеюсь, он хорошо укрепил. Вот Одра. Ну, здравствуй, Одра. Ой, так страшно, так высоко. Ну, здесь, как всегда, влюбленные вешают замки. Надеюсь на то, что замок поможет им всю жизнь прожить вместе. Наивные. Интересно. Ой, он шатается. Идешь, и он шатается. Класс. У вас. Угу. Вшистку цонаше пользцы отдамы. Штешки роверовые. Шляки роверовые по вьяту Новосольскего. точно как у нас в Волошаковицах всякие шлаки роверовые, где можно поездить на велосипедах блин, ну чтобы выложить все из гранита я не знаю, сколько денег нужно в это все вкладывать вот это живой пример того как развивается государство, когда власть не ворует вот вам ребята и Европа или не так сильно воруют да, или не так сильно воруют, может берут там чуть-чуть себе 2%, но не 92% как у нас видно, что здесь вложены колоссальные средства и видно видна рука, что они здесь вкладываются как ни крути, но факт что деньги идут, доходят до до того, до чего нужно дойти никогда такого не видел, смотрите какие штуки и к ним корабли подплывают вот смотрите, и они швартуются именно вот, это вот эти вот желтые, видите желтые такие штучки это вот к ним канатами привязывается корабль и смотрите какие они высокие и здесь такой мост подъемный и там он тоже и потом он опускается и на палубу можно пройти по маленькому мосту тут же возле набережной есть несколько частных домов в которых живут люди так интересно прямо на набережной находятся вот маленький домик смотрите какой вазончик красивый а слышите музыку это украинцы работают и музыку слушают почему украинцы молдаване вряд ли поляки здесь расписание кораблей которые ходят смотрите в глогув идет в глогув идет кораблик 18.00 около часа какой-то бытом аджанский чигачица и прямо по номерам по этим по по датам интересно вот это да тут ходят кораблики вот такого я еще нигде не видел вот такого я еще больше никогда в жизни не видел смотрите спускают на воду корабль кораблик я не знаю как его поднимали там короче рельсы вот такие типа как платформы на железной дорожке их много корабль на них как-то затягивают его потом его поднимают наверх и там ремонтируют видно что-то делают и потом так же его на воду спускают а там вон баржи разгружают песок да интересно мешканцум новой соли утеченто ручница убранный място пшетвелько поводжа в 97 году установлено что в 97 году было большое поводье может установлено пшиазный порт на одже порт на одре вы знаете у нас даже телефон разрядился и сел и полностью выключился потому что он наверное еще ни в одном городе так не работал как в этом похолодало еще посмотришь на карту и думаешь город город как город интересен но город как город а есть просто город где нужно минимум два телефона чтобы все заснять ну смотрите история как повстала нова соль року поминтего 1500 1553 год Соня а что ты говорила что он 1700 какого-то на брег одры в околице забора высадал с товарищами певен подрожжи да но это я прочитала что ему присвоили был то купец гданский видите купец гданский Антони Шмидт прозванный Даш Дашко перед подрожками розчеркал шегэнстый лас над которым где нигде где нигде уносили ше смуги дыма ознакомые людские седлиска купец жеку до своих товарищей тут подставимы наше важенье вокруг есть множество древна на опал а далее заможный Шлёцк которого мешканцы чистую соль на певно куповать бэндов всцы жемы всцы вьемы что ценный то товар без ней не удашься долго приховывать запасов мяса и рыб представляете короче он плыл 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 и потом приплыл увидел что здесь соли много а соль это для рыбы и мяса и деревьев много для того чтобы отапливать а далее было заможный Шлёцк то есть Шлёцк тогда был очень богатый именно край сейчас кстати тоже мы слышали что Шлёцк тоже богатый край ну и так далее и так далее и тому подобное это он высадился а в 1743 году это место получило звание города да тут наверное просто это как история легенда откуда всё пошло он просто плыл себе плыл какой-то купец искал из Гданска приплыл не он Гданский был но он не из Гданска приплыл он просто плыл искал себе место для своих товаров где реализовать товары куда их продавать смотрите смотрите то что варто забачить в новой соли ну порт Жечный мы были магазин сольный есть парк Кощоу давний ужин сольный и ратуш ужин мейский мы были Кощоу боже яку не кшичу Кощоу там они где-то в парке в каком-то музеи мейский были библиотека были ПКП тоже варто от Веджич вот такие вот тут интересные места здесь распространена уже не первый раз мы заметили мозаика счет НПЛ вот такие баржи их сюда завозят привозят какой-то песок какую-то смесь их разгружают потом тут найду еще подношенный мост он короче поднимается поднимается и кораблики могут проехать короче мы поняли что здесь никакой соли не было вернее добычи соли никакой не было просто ее привозили из Франции по Одре привозили сюда и тут ею торговали поэтому и назвали город Новая Соль а вот знак Европы сделали вот такие баржи они наполняются песком или камнями привозятся сюда нравится в многих европейских городах и в том числе в Польше в Польше на пешеходных переходах делают не просто нарисованную зебру а вот такую штуку то есть машина хочешь не хочешь должна на какой бы скорости она не ехала она должна притормозить чтобы пропустить пешеходов и сейчас в Польше ужесточились правила и пешеходов нужно пропускать не только на пешеходном переходе но и везде где бы они только не переходили дорогу и мы дошли до такого парка сейчас посмотрим что это за парк такой красочный красивый почему-то в этом парке прямо при входе рекламируется музей Мейский там где мы были и куда мы не попали вот видите там разные комнаты можно было бы интересно посмотреть внутренние мешканские 19-20 век широта малярство милитария а ты видишь как интересно продумано это место куда люди приходят парк отдыха отдыхать и тут же реклама другого интересного места что посетите еще парк ой музей музей Мейский да ну это конечно рай для детей тут детям наверное есть где погулять на что посмотреть если кто-то захочет приехать то в зимний период до 17 то 5 вечера до 17 працует там парк вот 9 до змер змешху что такое до змешху до того как будет темно что ли что это до змешху працую здесь тут и никого не мапу не ваш погода не есть так пентно есть холодно неприемно на улице барзожимно так от отца на венгше и красно на швече 5,4 метра высоко а это гном самый большой гном 5 метров 41 сантиметр в мире сделанный компанией компанией Мальполь Поланд в 2009 году установлен в новом в новой соли видите самый большой гном в мире вот как его делали а потом разрисовали Гиннес это кстати Гиннес видите в книге рекордов Гиннеса Гиннес World Record Records и вот они вот так вот а мы не знали что это самый большой гном в мире гномы а здесь вода там видно какой-то бассейн видно водичка текла когда было тепло и там же в школе вон то есть там детский садик вот хорошо тут детям наверное есть где погулять и что увидеть у нас во Волшаковицах детки но тоже хорошо парк есть выходят в парк при садике а там вода там видно течет оттуда вон течет 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 сейчас мы посмотрим смотрите как укутали на зиму о еще один а медведь тоже в книгу рекордов гиннеса попал как самый большой да вот написано наивенгши ничвеч гризлина швеча 7 метров 14 сантиметров смотрите как его делали потом как его устанавливали то же самое вы представляете самый большой медведь гризли вы только подумайте тут даже суть не в этом огромном гноме или медведи а в огромном парке для детей здесь просто дети могут резвиться в хорошую погоду и сколько здесь разных интересностей тут сам парк достоин очень большого внимания то есть есть места для развлечения детей и людей вообще летний вариант такой какой-то ресторанчик люди начали приходить гулять с детьми даже такие обозревательные поучительные для детей информационные стенды где можно почитать и понять что это такое о грибах видите прямо написано в двадцать девятом году Александр Флеминг шкотский это шотландский бактериолог открыл первый антибиотик из плесени гриба пензляка на венгшем грибе в Польше есть шедзунь сосновый званный шмачакем галенджистым галенджистым про грибы все написано нарисовано видите для детей не просто так прогулка даже а еще какие-то познавательные моменты а в Польше это актуально так как здесь грибы растут много лесов и видно видите для того чтобы уже детей с детства учить где какой гриб вот допустим мухомор это ядовитый вон значок череп это ядовитый гриб пешеница каштановата тоже ядовитый погжибок брунатный этот съедобный машляк звичайный у нас это маслянистые как его называется шампиньоны кажется в Польше это машляк он такой маслянистый так же здесь есть мини зо смотрите какие страусы красивые ооо какие они грациозные боже сколько мяса слушайте большой парк я думал он маленький а он оказывается еще вон туда идет там тренажеры какие-то ничего себе беседочки давай можешь возьмите опять принесет сюда, но правда по жонку нема. А что это за слово? Можешь ее себе заставить. А, это отдельно. Можешь ее. Что за можешь ее? Первое незнакомое слово. Можешь ее себе. Читайте книжки. Направде важно. Забежь, прочитай, вручь ту. А я часом прийду попатрить в себя. Класс, только по жонку. Вражение за вражение. Ксюжка за ксюжкой. Радость за радость. Выображение за выображение. Шануем ксюжки. Себе навзаем. Это не есть регламент. Это не есть засады. Детективами, коханками, трудными справами, докцепием и филозофией. Идем там дальше в зоопарк, посмотрим еще. Ну вот что их тут закрыли. Где трава? Где свобода? Бедные. Вот такие у нас в лесу бегают возле влашаковиц. Очень много оленей. Это что, олень такой маленький получается? Или что? Или это косули? Олени же большие. Может быть, написано где-то. А что тут продается? Покорм для Даниэли. Да, это вон травка. Ну там не травка, там какое-то зерно. А что им это зерно 3 грамма? Он жует, смотри, отхаркнул что-то и жует. А у нас нету, да, 2 злота? Не, у нас мелочи вообще нету. Мы не могли в Лидле взять эту корзинку. Пришлось взять такую пластмассовую. Попугаю, еще не замерзли, бедные. Он сидит, смотрите. Нос засунул в крыло. Внутрь. В спину себе в этот перья, бедный, мерзнет. Дергается что-то. Для них тут холодно. Издеваются над животными. Кролики. Сегодня даже снились кролики. Почему-то они плавали под водой. А баранчик-то уже привык, наверное, что... Класс. Что он... Что ему кто-то что-то дает. Красивый. Он хочет телефон твоего взять. Что тебе дать? Травы сейчас нету, ничего нету. А там этот баранчик... А вон овечка жует. Смотри, как она жует. Скулы такие... Тебе тепло, да? Ему очень тепло. Они смогут спать на снегу. Просто им тут мало места. И на что это за жизнь? Там вон сено немножко. Соль. Сочувствую вам, ребята. Ламы. Сидят, все греются, бедные. И выглядывают. Ладно, ребятки, пока. Едем мы домой. Вы тут живите себе дальше и мучитесь в этом зоопарке. В Варшаве на старом месте Споткал им ее в шредку дня Не было данными еще Видеть так красиво, как та. Было гражданин, была собота. Мой лос ей в лосе м ше сбегал. А на ее яскравых волосах Минился только шнег. Найпинкнейшая девчонка о волосах блонд. Забежь мне, пожалуйста, далеко стон. Забежь мне, пожалуйста, на незнанный лонд. Найпинкнейшая девчонка о волосах блонд. Для меня нет еще иной. Это моя дорога до звезд. През тамтую зимовую девчонку. Иначе плынет мне время. В Варшаве на старом месте Споткал мне ничего, как нож. И в моем сердце есть место Для одной, единой и уже... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok